МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Лена Шмыгова. Здравствуйте. Коротко о главном. Бежали от войны. Регион принимает первых эвакуированных из Донбасса. Жительницы Ульяновска незаконно отказали в пособии на ребенка. В дело вмешалась прокуратура. Регион готовится к весеннему половодию. В зоне подтопления 123 жилых дом Алексей Русских поручил чиновникам держать руку на пульсе, чтобы избежать лучшего сценария. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но в начале стражи закона заступились за мать-одиночку. Несколько месяцев подряд женщина не могла оформить пособие на 13-летнего ребенка. Пенсионный фонд все время отказывал. Якобы из-за неполного списка предоставленных документов. А именно не хватало судебного акта об установлении алиментных платежей. Приложенный альтернативный документ специалистов не устраивал. Органам пенсионного фонда не принято во внимание то, что Симоновой было приложено нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, которое в силу статьи СОТ и Семейного кодекса имеет силу исполнительного листа. В этой связи нами было направлено в Ленинский районный суд города Ульяновска исковое заявление, в результате рассмотрения которого решение пенсионного фонда признано незаконным. И органы пенсионного фонда были судом обязаны назначить и выплачивать соответствующие пособия Симоновой. И это не конец судебных баталий. Пенсионный фонд намерен обжаловать решение суда, но прокуроры уверены, это ни к чему не приведет. Закон на стороне родителя. А первые выплаты должны поступить на счет семьи уже в конце февраля. Предприятие, которое загрязняет воздух в Новом городе, оштрафовали на полтора миллиона рублей. А площадь лесных пожаров снизилась в девять раз. Показатели работы регионального министерства природы и цикличной экономики озвучили на заседании коллегии и ведомства. Говорили об итогах прошлого года и планах работы на 2022. В 2021 году готовили основу для проектов, реализуемых в нынешнем. Один из таких – чистая страна. Федеральная инициатива для региона обернется рекультивацией полигона «Красный яр». Он признан объектом накопленного экологического вреда. Общий объем финансирования на разработку проектно-сметной документации составил порядка 12 миллионов рублей. Объем привлеченных федеральных средств на работу по рекультивации данного объекта составил более 450 миллионов рублей. Жаркое лето 2021 года благодаря федеральной программе сохранения лесов удалось пережить без катастрофических пожаров. Закуплена новая техника для предотвращения и тушения возгораний. Ульяновская область вошла в десятку регионов при Волжье по наименьшей площади прохождения огнем. Площадь лесных пожаров за последние три года снизилась в 9 раз. Одним из приоритетных проектов этого года станет расчистка русел двух рек – Свияги и Юрманского залива Волги. В 2022 году нам выделяется порядка 230 миллионов рублей на расчистку первых 10 километров, начиная от улицы Шолмова, заканчивая мостом через реку Свияга по улице Минаева. Ключевой показатель этой работы – это, естественно, исключить розлив Свияги в паводковый период. Первый этап работ стартует в июле 2022-го. Укрепят дно, освободят русло от загрязненного грунта и расчистят прибрежную территорию. Гульнара Шарипова, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Алексей Русских поручил главе города держать ситуацию с паводком на особом контроле. По прогнозам синоптиков, воды в этом году будет больше из-за рекордного количества выпавших осадков. В зону возможного потопления на мостовой в поселках Вырыпаевка, Дачный и Сельць попадают 123 частных дома и около 400 человек. На мостовой работают коммунальные службы. Руфани освобождают водоприемные колодцы от льда, вывозят снег от водоотводных канав улиц Труда и Российской, а также с микрорайона Искра, откуда от алой воды идут на мостовую. Руку на пульсе держат и спецслужбы. У нас 8 плавсредств подготовленных в случае, если это потопление произойдет, для того, чтобы выразить тяжелые техники на полуниверситетном проходе. Это КамАЗа Уралу для того, чтобы возможность эвакуации. И определили пункты временного проживания. Уже сегодня заключены договоры на организацию питания. Также городским службам поручили регулярно следить за оползневой обстановкой на опасных участках. Это Вести Ульяновск. Мы продолжаем выпуск. И возвращаемся к главной теме. Ульяновская область, как и другие регионы России, выразила готовность принять эвакуированных из Донбасса. Сегодня утром в Ульяновск прибыл первый поезд с гражданами Донецкой и Луганской народных республик. Как встретили, где разместят вынужденных переселенцев, расскажет Ирина Силкина. На станцию Ульяновск-3 со станции Лихая Ростовской области пришел особый состав. Здесь его ждали с раннего утра. Алексей Русских одним из первых встретил прибывших и лично помог донести вещи. В Ульяновск прибыл первый поезд с эвакуированными гражданами из Донецкой и Луганской народных республик. Всего приехало почти 700 человек. В основном это, конечно, женщины с детьми и пожилые граждане. Собирались в попыхах, взяли с собой только самое необходимое. Татьяна взяла самое ценное. Всех своих внучек. Пять девочек, самой младшей из которых всего полгода. Родители приехать не смогли. Обе дочери Татьяны Евгеньевны служат в МЧС. А оба зятя стоят на страже своей родины в войсках ЛНР. Потому что у нас опять в нагретении обстановки. Опять у нас пошли взрывы. Опять пошли попадания в дома. Поэтому стало очень жутко. Приняли эвакуацию. Потому что страшно за сетей. Сюда они добирались через Ростов. Ехали трое суток. Ступив на перрон, люди не сдерживали эмоций и не спешили заходить в автобусы. Просто дышали воздухом. Ну я как женщина, как бабушка, как мать. Я выступаю за мир во всем мире. Но все мы люди. Давайте скажем воинам стоп. Чтобы был мир на земле. Но самые главные эмоции связаны с речью президента Российской Федерации Владимира Путина. О признании Донецкой и Луганской народных республик. Счастье, радость, восторг. Мы к этому шли 8 лет. Мы 8 лет этого ждали. Мы ради этого пережили огромное количество обстрелов. Мы пережили гуманитарную катастрофу, которую нам организовала Украина. Экономическую блокаду. Конечно, мы об этом мечтали. Прибывших встречали сотрудники МЧС и волонтеры. Они помогали донести вещи до автобусов. Людей, нуждающихся в медицинской помощи, направляли к врачам и психологам. По предварительной информации стало известно, что из 266 детей – трое с признаками ОРВИ. Их незамедлительно обследовали. Мама здесь, мама тоже выйдет сейчас. Идем, моя хорошая. Идем с мамой, идем. Идем, мама вот с тобой рядышком идет. К слову, медики начали работать с людьми еще в поезде. Они присоединились в пути. В дороге эвакуированном провели экспресс-тестирование на коронавирус. Начали оказывать психологическую помощь. Сдавали ПЦР-тест, также сдавали экспресс-тест тех, у кого была яркая клиника ОРВИ. Но, в принципе, экспресс-тест показывали себя отрицательной мазке. И будем ждать результаты ПЦР. Всего в Ульяновской области развернуты 8 пунктов приема и размещения вынужденных переселенцев в гостиницах и санаториях. Уже работают центры сбора гуманитарной помощи. Ульяновцы откликнулись. Только за сутки собрали десятки пакетов с самыми необходимыми вещами. Неравнодушные горожане принесли теплую одежду, предметы личной гигиены и даже детские игрушки. Но больше всего сейчас необходима поддержка семей с младенцами. Среди почти 300 детей 28 – это малыши, которым не исполнилось и года. Особо остро они нуждаются в детских кроватках, колясках, ванночках для купания и средствах гигиены. Все это можно принести в ближайшее отделение соцзащиты. Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. И к другим темам учиться никогда не поздно. Даже профессионалам своего дела. Уже почти полгода региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов дает знания как будущим учителям, так и уже состоявшимся. Подробности в нашем следующем репортаже. Никита Хохлов учится на пятом курсе педагогического. Пишет диплом и уже работает учителем биологии в губернаторском 101-м лицее. Говорит, что работа учебе не мешает. Молодой педагог получает всестороннюю поддержку. В лицее у него есть наставник, а университет предлагает дополнительные программы по совершенствованию навыков. Здесь мы можем получить опыт, который нам необходим дальше в трудовой деятельности, так как наш лицей современный, постоянно развивается, и необходимо также свои знания профессиональной деятельности также развивать. В центре профмастерства за полгода появились новые образовательные пространства. Медиатека с новым проекционным оборудованием, площадка для индивидуальной проектной работы и консультаций, а в телестудии можно записывать онлайн-уроки, семинары и видеообращения, которые будут доступны в самых дальних селах не только региона, но и всей страны. Вот эти примерные рабочие программы по своему содержанию нацелены прежде всего на создание реального единого образовательного пространства, для того, чтобы школьники во всех регионах страны, независимо от своего местонахождения, они имели доступ к одинаковому контенту. Планы на развитие грандиозные, и прежде всего это восстановление и модернизация методической службы. В рамках этого мы и повышаем квалификацию, и работаем с методистами, смотрим, оцениваем их компетенции, составляем и для методистов, и для учителей индивидуальные образовательные маршруты, дальше консультируем, как по ним двигаться. Дистанционное консультирование, сопровождение молодых педагогов, создание огромной и качественной базы методических находок и методик обучения – это лишь малая часть возможностей центра. За полгода работы уже почти тысячу педагогов прошли обучение, и все только начинается. Ирина Силкина, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. В 46-й школе увековечили память дважды героя Советского Союза, гвардии генерал-майора и авиации Ивана Полбина. В учебном заведении установили парту героя, первым за нее смог сесть десятиклассник Александр Захаров. Я знаю хорошо историю Полбина. Для учеников это означает, ну, определенно это какой-то символизм, патриотизм, показатель того, что героев нужно помнить. Историю подвига Ивана Семеновича кратко изложили на ученическом столе, также на парте разместили QR-код для мобильных устройств. С помощью него школьник узнает полную информацию о герое на официальном портале. Парт устанавливается в учебных классах и достойны за ней сидеть те ученики за отличную учебу, которые отмечены, либо за активное участие в жизни школы. Эстафету памяти подхватывают все больше районов Ульяновской области. В регионе уже 40 подобных парт. В этом году их количество вновь увеличится. Детям расскажут о Петре Великом. Небольшой театр запускает новый интерактивный проект. Пока на сцене идут обсуждения деталей постановки, в цехах Небольшого театра шьют костюмы и изготавливают декорации. Все мобильное, ведь показы спектакля пройдут в библиотеках и музеях города. Возрастная категория зрителей от 6 до 10 лет. Наша задача будет состоять в том, чтобы мы за примерно полтора часа познакомили детей выше озвученной телевой аудитории с тем, кто такой был Петр Первый, чем он знаменит, почему он великий, какие ключевые факты его биографии стали основополагающими для страны. Проект реализуют награнтовые средства президентского фонда культурных инициатив. Предполагается, что премьерный спектакль состоится в конце марта в Ульяновской областной библиотеке имени Аксакова. С корабля на бал. В таком плотном графике оказались лучшие ульяновские кудоисты. На днях они вернулись с всероссийского турнира по кудо из минеральных вод. И не с пустыми руками. Теперь свое реноме им нужно будет подтвердить в состязаниях аналогичного ранга. Они стартуют на этой неделе в Ульяновске. На тренировки побывала и наша съемочная группа. Карим Шарафудинов готовится к предстоящим боям. На днях он вернулся из минеральных вод. На всероссийском турнире наш кудоист добрался до финала. Чтобы попасть в него, он провел два победных поединка. Особенно запомнился первый. Пробивал удары, чтобы отсушить, грубо говоря, ноги противнику. И на последней атаке, когда провел ее, уже попал. Точно попал в противника и бой остановили. Второй соперник был не промах, но и его наш спортсмен одолел по решению судей. А вот в финале он уступил к остромичу. Сейчас у Карима работа над ошибками. Он жаждет реванша. В любом случае я считаю, что я обязан выиграть следующий бой. Так что будем рубиться и воевать. Карим выступал во взрослой категории, а вот Дарина Качкарева в юношеской. Она успешно прошла все турниры на испытания. Первый бой не без волнения. Не стал подарком и финал. Но у Дарины хватило характера для победы. Под конец соперница устала. Я устала. Но я решила выложиться в конце. И судя дали победу мне. Оба спортсмена тренируются в сборной области. И если залечит травма, то выступит в предстоящем турнире. Он всероссийского уровня. Соревнования пройдут в Ульяновске 26 февраля в спорткомплексе «Орион». Мы уже проводим его в шестой раз. И за это время заработали очень высокую репутацию во всех регионах России. И на сегодняшний день заявилось уже более 270 спортсменов из 15 регионов России. У взрослых есть возможность выполнить норматив в массе спорта России. Ульяновск область делегирует на турнир 60 спортсменов. На соревнованиях юниоры и юноши разыграют 27 комплектов наград. За остальные 7 комплектов поспорят взрослые кудаисты. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. А вот команда Ульяновской спортшколы по хоккею с мячом стала победителем всероссийского турнира на призы клуба «Плетеный мяч» среди ребят 2009 года рождения. Соревнования проходили в Сыктывкаре. Воспитанники тренеров Вячеслава Борисова и Павла Янчикова показали стопроцентный результат. Поочередно обыграв соперников из Кемерово, Краснотуринска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Хабаровска, Сыктывкара и Иркутска и заняли первое место. После заключительной встречи ребята 12-13 лет не скрывали эмоций. Второе место, как и год назад, заняли ребята из Красноярска. Третьими стали хоккеисты из Кемерово, которые лишь по дополнительным показателям обошли сверстников из Свердловской области. Стоит отметить, что «Волга» 2009 года рождения становится лучшей в стране второй год подряд. Ранее парни выигрывали аналогичный турнир у себя дома. Подготовка была немножко скомкана в связи с пандемией. Катались мы две недели фактически на коробках, готовились к ноль. Процентов на 80 мы справились с тренировочным процессом. И я считаю, что ребята сыграли очень слаженно и коллективно. Игрок нашей команды Мирослав Салмин признан лучшим нападающим турнира в Сыктывкаре. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Далее по традиции информация о погоде. Следующий выпуск программы «Вести Ульяновск» выйдет в эфир в 21 час 5 минут по местному времени на телеканале России. Его проведет мой коллега Владислав Питковский. А я, Ирина Шмыгова, с вами прощаюсь. Хорошего дня. Берегите себя. Сейчас в Ульяновске 1 градус тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 93%. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Ветер юго-западный 8 метров в секунду.